Уилки Коллинз Бедная мисс Финч Часть первая Глава первая Госпожа Протолунго выходит на сцену Вы приглашаетесь прочесть историю события, случившегося несколько лет тому назад в одном отдаленном захолустье Англии. Главные действующие лица Слепая девушка, два брата-близнеца, искусный врач и оригинальная иностранка. Оригинальная иностранка – я, и я беру на себя по причинам, которые выяснятся вскоре, труд рассказать вам эту историю. До сих пор мы понимаем друг друга. Прекрасно! Постараюсь познакомить вас с собою в кратких, по возможности, словах. Я госпожа Протолунго, вдова знаменитого южноамериканского патриота доктора Протолунго. Национальность француженка. До брака моего с доктором я испытала разные превратности судьбы на родине. Кончились они тем, что я осталась. Каких лет до того никому нет дела. С некоторым знанием света, с хорошим музыкальным образованием и с порядочным состоянием, неожиданно завещанным мне родственником моей дорогой покойной матушки, которой я делила с папашей и младшими сестрами. К этим достоинствам добавилось во мне еще другое, драгоценнейшее из всех. Когда вышла я замуж за доктора, сильные ультралиберальные убеждения. Каждый по-своему празднует свое бракосочетание. Мы с доктором Протолунго, обвенчавшись, отправились в Центральную Америку и посвятили наш медовый месяц в этой беспокойной местности исполнению священной обязанности уничтожения тиранов. О, благородный супруг мой, только в воздухе революций и мог дышать свободно. От молодости своей он принял на себя славное звание патриота. Где только народ Южной Америки поднимался и провозглашал свою независимость, а в мое время эти пылкие племена ничего другого и не делали. Тут появлялся доктор Протолунго как добровольная жертва на алтаре своего вновь избранного Отечества. Он пятнадцать раз был изгнан и осужден на смерть заочно, когда предстал передо мною в Париже как воплощение геройской бедности. Со смуглым лицом и хромою ногой. Кто не влюбился бы в такого человека? Я сочла за честь, когда он предложил мне принести и меня в жертву на алтаре своего избранного Отечества, меня и мои деньги. Ибо, увы, все стоит денег на этом свете, в том числе и истребление тиранов и сохранение свободы. Все, что было, у меня ушло на поддержку священного дела народа. Диктаторы и флебустиары процветали нам наперекор. Не прошло и года после нашего брака, как доктору пришлось бежать в шестнадцатый раз, чтобы спастись от уголовного суда. Супруг мой был осужден на смерть заочно, а я осталась с пустыми карманами. Вот как республика наградила нас. И однако я люблю республику. Вы, сидящие спокойно и жиреющие под властью тиранов, уважайте это чувство. На этот раз мы искали убежище в Англии. Дела Центральной Америки пошли своим чередом без нас. Мне пришло в голову давать уроки музыки, но славный супруг мой не мог без меня обойтись. Я думаю, мы умерли бы с голоду и обогатили бы этим печальным случаем дневник происшествий в английских газетах, если бы не пришла иного рода развязка. Бедный мой Протолунго был изнурен. Он не вынес шестнадцатого изгнания. Я осталась вдовой, не обладая ничем, кроме переданных мне благородных убеждений мужа. Я вернулась на время к милому папаше и сестрам в Париж. Но не в моем характере было остаться с ними, как абуза в доме. Я опять явилась в Лондон с рекомендациями. Стараясь честно заработать средства к существованию, принуждена была бороться с невообразимыми невзгодами. Из всего богатства, какое окружало меня, расточительного, надменного, хвостливого богатства, ничего не выпадало на мою долю. Какое право имеет кто-нибудь быть богатым? Попробуйте, докажите-ка мне, кто бы вы ни были, что кто-нибудь имеет право быть богатым. Не останавливаясь на моих несчастьях, достаточно будет сказать, что в одно утро я встала с постели с тремя фунтами, семью шиллингами и шестью пенсами в кошельке, со свойственную мне бодростью духа и с республиканскими моими убеждениями «Не имей затем ничего впереди», то есть ни малейшей надежды получить хоть копейку, откуда бы то ни было, если не заработаю ее. Как поступает в подобном случае честная женщина, решившая жить своим трудом? Она берет три шиллинга и шесть пенсов из своей скудной казны и помещает объявления о себе в газетах. В объявлении всегда выставляешь свою лучшую сторону. Бедное человечество! Лучшей страной моей была музыка. Когда я претерпевала разные превратности судьбы до замужества, то одно время работала в белошвейном заведении в Лионе, была также первой угорничной у знатной дамы в Париже. Но эти специальности в настоящем случае по разным причинам не так уместно было выставлять как музыкальную сторону. Я не великая была музыкантша, далеко нет. Но прошла серьезную школу и играла, можно сказать, удовлетворительно. Словом, могу вас уверить, что выставила себя в объявлении с самой выгодной стороны. На следующий день я выпросила газету, чтобы испытать удовольствие видеть произведение мое в печати. О, Боже! Что увидела я? Я заметила то, что уже прежде меня замечали другие несчастные, помещающие о себе объявления. Над моим объявлением помещено было кем-то другое, в котором требовалось именно то, чего я добивалась. Загляните в газету, и вы увидите, что люди, как нельзя лучше подходящие друг другу, если можно так выразиться, не подозревая этого, взаимно ищут друг друга по объявлениям. Я напечатала, что особо хорошо знающие музыку и характера веселого ищут место компаньонки при доме. А вот как раз над моим объявлением возвещалось печатно, что нужна компаньонка для дамы, хорошо знающая музыку и характера веселого. Требуются надежные рекомендации и свидетельства. То именно, что я предлагала. Просят сначала сообщить о себя письменно. То именно, что я говорила. Как же я глупа! Я истратила три шиллинга и шесть пенсов даром. Я бросила на пол газету в порыве досады. Как дура! А затем подняла ее, как рассудительная женщина, и написала о своем желании поступить на предлагаемое место. Письмо мое привело меня к встрече с Ходатаем по делам. Ходатай по делам окружал себя таинственностью. Он как будто привык никому не говорить ничего без крайней надобности. Слово за слово утомительный человек этот объяснил, наконец, обстоятельства дела. Дама молодая, дочь священника, живет в отдаленной местности. Мало того, живет в отдельной части своего дома. Отец ее женился во второй раз. От первого брака у него одна только дочь. Зато от второго, должно быть ради перемены, много детей. По известным обстоятельствам молодой даме нужно жить подальше от детского шума. Так тянул он до тех пор, пока нельзя было долей умалчивать, и тогда сказал, наконец, «Это молодая особа слепа. Молода, одинока, слепа». Меня посетило внезапное вдохновение. Я почувствовала, что полюблю ее. Вопрос о моих музыкальных познаниях, ввиду такого печального обстоятельства, приобретал серьезное значение. У бедной девушки было одно только удовольствие, озаревшее ее темную жизнь – музыка. Компаньонке ее следовало играть Олив Рувер, виртуозно. И играть достойным образом произведения великих композиторов, которых бедная девушка обожала. А она вслед за тем, сяб за фортепиано, воспроизводила отрывками услышанное. Профессор приглашен был прослушать меня и решить, способна ли я не исказить Моцарта, Бетховена и других композиторов, писавших для фортепиано. Это испытание выдержала я с успехом. Что касается дорекомендаций моих, они сами за себя говорили. Даже ходатый по делам, как ни старался, ни к чему не мог придраться в них. Мы условились, что я сначала поеду на месяц к молодой даме. Если по истечении этого времени мы с ней сблизимся и будем довольны друг другом, то я останусь на условиях, вполне удовлетворявших меня. Таков был наш уговор. На следующий день я отправилась в путь по железной дороге. Мне было предложено ехать до города Льюиса в Суссексе. Прибыв туда, я должна была спросить экипаж отца моей будущей хозяйки, названного на визитной карточке, достопочтенным Терцем Финчем. Этот экипаж доставит меня в приходский дом в селении Димчорч. Селение же Димчорч лежит среди Саудаунских гор, милях в четырех от морского берега. Вот все, что знала я, садясь в вагон. Неужели после исполненной приключений жизни, после бурных волнений моей республиканской деятельности во времена доктора, я похороню себя в глухом английском селении и буду влачить такое же однообразное существование, как овцы, пасущиеся на горах? При всей моей опытности я еще не знала тогда, что в самых глухих уголках достаточно места для самых могучих страстей человеческих. Я видела драму жизни в треволнениях революции в тропиках. Теперь мне предстояло следить за ней с захватывающим интересом в зеленые глуши Саудаунских гор. Редактор субтитров А.Семкин